Work5 это просто находка для современного студента, ведь тут могут написать любую студенческую работу, освободив вам время для своей работы, встреч с друзьями или занятие любимым хобби. За 15 лет существования Work5 стала крупнейшей компанией на рынке, а у ее специалистов накопился огромный опыт в написании курсовых, дипломов, рефератов и еще более 20 видов работ. Цена вас приятно удивит и ее легко узнать благодаря калькулятору прямо на сайте, а по промокоду MOVIE51 мои зрители получат скидку 20% на все услуги. Work5 учись на 5. Всем привет, вы знаете в последнее время к нам стали приходить просто невероятные новости касательно Джины Карана и ситуации вокруг противостояния актрисы с компанией Дисней. Ведь если ранее представители мыши официально заявляли, мол Джина больше не участвует ни в каких из их проектов, а инсайдеры говорили, что компания не хочет и слышать о том, чтобы иметь дело с опальной Карана, то на прошлой неделе стало ясно, что там ситуация не столь однозначна. Как минимум производители мерча стали возвращаться к сотрудничеству с Джиной, ну а сам Дисней якобы изменил свою категоричную политику по причине огромных убытков, которые компания понесла со времен отмены Джины Карана. Тогда же мы заговорили, что не ровен час, ее еще и попросят вернуться обратно в Мандалорец и что вы думаете, прошло совсем немного времени и из-за океана прилетают новости о том, что да, боссы мышиного дома теперь страстно желают возвращения исполнительнице роли Кары Дюн. Давайте прямо сейчас во всем этом разбираться. Итак, сперва в двух словах о том, чего, как выяснилось, стоило компании Дисней увольнение Джины. Об этом мы подробно говорили в прошлом видео, так что сейчас буквально в общих чертах просто для лучшего понимания. Суть в том, что после увольнения Карана критически упали просмотры второго сезона Мандалорца, а на Дисней плюс и вовсе пошли отписки пользователей, но оказалось, что ситуация даже еще куда более серьезная, чем казалось на первый взгляд. Ведь по отчетам специалистов, проанализировавших первый квартал 2021 года в разрезе деятельности компании Дисней и их потоковой площадки, оказалось, что устранение Джины Карана стало самым знаковым, масштабным и обсуждаемым событием для компании. Естественно, со знаком минус. А еще нам сообщили, что в сети существенно уменьшился интерес к новым проектам от Дисней и подразделения компаний вроде Lucasfilm или Marvel, что стало еще одной реакцией на необдуманное и отвратительное решение топ-менеджмента по отношению к Джине. Короче говоря, даже сами акционеры компании оказались недовольны столь неожиданной и негативной реакцией на поведение топ-менеджмента, из-за чего уже досталось лично новому Сео Диснея Бобу Чапаку. Это чтобы вы понимали, из-за чего в принципе стала меняться ситуация, а теперь к самому интересному. Зарубежный ютубер по имени Думкок, который уже не раз снабжал мир инсайдерской информацией преимущественно по вселенной Звездных войн, причем частенько его инсайды в самом деле оказывались верными, хотя без промашек оверлорда тоже не обходилось. Короче говоря, Думкок доложил, что его источники в Голливуде сообщили о том, что Дисней теперь страстно желает заполучить исполнительницу роли Кары Дюн обратно. Мои голливудские источники уже несколько недель рассказывают, что Дисней ведет переговоры с Джиной Карана о возможности вернуться к роли Кары Дюн в Мандалорце и нескольких других шоу в Фавроверсе, заявил Думкок. Тут нужно сразу же сделать важное уточнение об этом самом Фавроверсе, чтобы лучше вы понимали. Дело в том, что как известно, между Джоном Фавровой и президентом Лукасфильм Кэтлин Кеннеди уже довольно долгое время идет очень напряженное противостояние за влияние на проекты Звездных войн. И если говорить непосредственно о Фаврово, идейном вдохновителе и шоураннере супер успешного Мандалорца, то он уже давненько желает получить контроль не только над этим проектом в обход Лукасфильма, что у Фаврова де-факто уже и так есть, но также и взять под свое, так скажем, крыло еще целый ряд будущих проектов вселенной Звездных войн. То есть в данном аспекте полностью отделиться как от Лукасфильма, так и лично от его президента Кэтлин Кеннеди. Именно комплекс этих будущих сериалов или может даже фильмов про Стар Ворс под началом Джона Фаврово и именуют уже не иначе, чем Фавроверс. А еще нужно отметить, что Джон Фаврово из всего топ-менеджмента Диснея и Лукасфильма относился наиболее лояльно к Дженни Карано и до последнего отстаивал актрису, говоря, что ее политические взгляды и личные убеждения совершенно не имеют ничего общего с профессиональной деятельностью и эти понятия не нужно смешивать. Таким образом, Джону Фаврово удалось даже несколько раз отстоять Джину Карано, которую без него уволили бы куда ранее, и только после печально известного твита о евреях Дисней решил, что хватит. А теперь, когда с этим и уточнили, давайте вернемся к сообщениям от Думкака, который добавляет, «Я отказывался говорить что-либо об этом в основном потому, что сомневался, что из данной затеи что-то выйдет, ведь Дисней, безусловно, оскорбил Джину, предполагаемой причиной ее увольнения, а именно так называемой нечувствительностью к еврейскому народу, что с учетом контекста ее твита было совершенно необоснованным». Напомню, что о своем увольнении, кстати, актриса узнала из прессы и соцсетей, потому что лично ее никто не удосужился известить, и только после того, как Дисней официально заявил, цитирую, Джина Карана в настоящее время не работает в Lucasfilm, и в будущем у компании нет на нее планов, только после этого стало понятно, что дело дрянь. Так что очевидно, Карана имеет обиду на руководство студии за то, как оно с ней поступило, но что касается новостей о переговорах, они, конечно, в случае, если все это правда, переворачивают ситуацию с ног на голову. Потому что само понятие переговоры подразумевает то, что в них участвуют обе стороны, а значит Карана, ну или ее агенты, уже вовлечены в процесс. Понятно, что после того, как Джина объявила о начале ни много ни мало восстания, а также публично заявила о массовых притеснениях внутри самого Диснея, цитирую, «Я не единственная, кого когда-либо угнетали со стороны этой компании, и я знаю это очень хорошо. Я могла бы поделиться историей, которая изменила бы ситуацию в средствах массовой информации, но я не могу этого сделать, потому что это касается моего друга. Все боятся потерять работу». Понятно, что после подобного, а также тех действий, которые последовали со стороны самого Диснея, ведь, по слухам, Дом мыши постарался, чтобы перекрыть Джинни Карана практически все двери в мире большого кино, когда все студии, к которым обратилась актриса, ей отказали, после чего появился анонс вроде как независимых будущих фильмов Джины и портала Daily Wire Бена Шапира. Разумеется, после всего этого зарыть теперь топор и вновь перейти к переговорам кажется практически невозможным. Но якобы, если верить инсайдерам, а кроме Думка Ка данную информацию поспешили растиражировать многие другие ресурсы со своими уточнениями и дополнениями, так вот, если верить всему этому, Дисней сейчас чуть ли не умоляет Карана вернуться обратно в Мандалорец, а может быть и в другие проекты. Как, например, потенциальный сольник Кары Дюн, который находился перед увольнением актрисы на ранней стадии подготовки, или рыцарь Старой Республики. Кстати говоря, что касается Думка Ка, этот парень не угомонился и намекает на то, что в ближайшее время у него должны появиться очень важные обновления. Оверлорд продолжил, я просто боюсь, что Джина ушла и в конечном итоге решить не возвращаться, тем не менее сегодня у меня могут быть очень хорошие новости. Источник заявил, что Джин разговаривает с Диснеем о возвращении и доказательства этих переговоров уже материализированы. Правда, я, честно говоря, не понимаю, о каких именно материализировавшихся доказательствах идет речь, но, как видите, нас интригуют и продолжают непосредственно о якобы позиции самой Корана и ее отношении к потенциальному камбэку. Что касается отношения Джины к Диснею, может ли она согласиться вернуться? Согласно моему источнику, все это происходит из-за того, что сам Джон Фавро рискнул и использовал свое закулисное влияние, чтобы исправить ситуацию снова, говорит Думкак. Из-за того, что лагерь Кэтлин Кеннеди выступает против Джины и последовавшего за этим замешательства со стороны Диснея, верящих в то, что сторонники Кеннеди освещают в средствах массовой информации, Джон Фавро решил сыграть в четырехмерные шахматы с помощью заинтересованных инвесторов, чтобы доказать, что Джина равно фанаты, зрители, а это деньги, продолжил инсайдер. То есть, как видите, все опять упирается в чистый прагматизм. Собственно, ничего другого я лично и не ожидал. Потому что поверить в то, что боссы Диснея вдруг решили играть в хороших парней, это практически невозможно. А вот если посмотреть на ситуацию с точки зрения финансовых и имиджевых потерь мышиного дома, а также боязни потерять самый удачный на данное время потоковый проект для Дисней Плюс, я, конечно же, о Мандалорце, который столкнулся с большими будущими проблемами в связи с устранением Кары Дюн, и, как говорят источники, до сих пор не имеют четкой позиции касательно того, как выходить из этого кризиса, поэтому с такой точки зрения заднюю, которую так яростно врубили Дисней, вполне можно понять. А вот что сложно предугадать, это как в данной ситуации поведет себя Джина Карана, и как отреагирует на ее потенциальное возвращение зрители. Обрадуются ли камбэку любимой актрисы и персонажа, или наоборот, посчитают, что это настоящее предательство после всего, что произошло. Кстати, давайте проведем небольшое голосование в комментариях, пишите, как вы смотрите на данную ситуацию. А так вообще создается впечатление, что в это время развитие истории с Джиной Карана в основном педалирует лично Джон Фавро, пытаясь не только восстановить справедливость, но еще и усилить свое влияние. Давайте вновь послушаем Думкака. Джон знает, что нужно вернуть Джину, не только потому, что он хочет вернуть ее, и это правильно, потому что Джину оклеветали и несправедливо охарактеризовали всей этой ерундой, но еще и из-за истории, которую планирует Джон Фавро. Тем более, если верить инсайдерам, планы у Фавро более чем грандиозные. Большой, разрастающийся рассказ о галактических интригах в нескольких различных сериалах, направленных на то, что, как надеются фанаты, станет окончательным стиранием трилогии сиквелов. И в этих амбициозных планах роль Джины далеко не последняя. Джон Фавро понимает, он на стороне фанатов, поклонники хотят Кару Дюн, а Джон хочет Джину Карана. Так что, если этот слух верен, то будущее Звездных войн выглядит хорошо. Вот так многообещающий дум как закончил свой отчет. Что же, очень хочется верить, что все это так и будет. В любом случае, мы пристально следим за всеми обновлениями. Так что, прямо сейчас подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, если вы этого еще не сделали. А также пишите, что думаете о данной ситуации и ставьте пальцы вверх. Спасибо всем за просмотр и всем пока!